Я ехал домой с риском оказаться в тюрьме где-то процентов на 10-20, не больше. Вы знаете, что я всегда был одним из самых информированных людей, я это никогда не скрывал. И я четко получил информацию о том, что не просто уехал Плохотнюк, а уехал Сергей Яралов, который контролировал суды, прокуратуру, исчезли все эти менеджеры, которые отвечали один за один суд, второй за второй и так далее. Я увидел какой хаос начался во всех ведомствах, потому что исчезли, скажем так, все эти руководители, которые решали, этому дай 30 суток, этому надо продлить арест, этому нужно дать такой-то срок и так далее. Я воспользовался этой ситуацией, четко подготовился, несмотря на то, что времени было очень мало, потому что я только прилетел в Германию, находился там меньше суток, и я понимал, что нужно ехать сейчас. Мои адвокаты были против моего приезда. Они говорят, надо подождать, пока устаканится, поменяют гемпрокурора, поменят весь этот печик Окс, хотя моя позиция, что вообще его надо ликвидировать, потому что просто станок для репрессий и в то же самое время для контроля бизнеса и так далее. Я подготовился. На границе с Румынией остались определенные документы и были на связи несколько человек, представители, не представители, а сотрудники силовых ведомств Евросоюза, которые в случае моего задержания должны были включиться и рассказать вам, журналистам, для того, чтобы об этом узнали люди, чем занимался Лусатый, какими расследованиями, и которые не просто бы рассказали, а которые бы доказали бы мою невиновность по одному из уголовных дел, о котором я обвинялся. Значит, меня задела позиция премьер-министра Майя Санду, которая говорит, что если дело было политическим, то должны ответить, что значит, если дело было политическим. Год назад такая организация, как Интерпол, признала меня лицом преследуемым по политическим мотивам. Если бы меня признала МВД России, к которому у Майя Санду могут быть вопросы, я бы где-то понял ее позицию. Но Интерпол, организация, в которую входят сотрудники силовых ведомств разных стран мира, год изучали материалы моего дела. Все эти байки, изложенные Горбунцовым, Славой Балачи, следователем Запелин, МДЛ, и было принято решение аннулировать международный розыск. Неужели Майя Санду ставит под сомнение решение специальной комиссии Интерпола, которая год запрашивала материалы у молдавских правоохранителей, запрашивала у меня. В материалах дела есть официальная позиция Великобритании, где англичане говорят, что усатый, не имеет ничего общего с преступлением, совершенным Великобританией. Украинские правоохранители являются исключением. Продолжение следует...